Друзья, всем привет! С вами Димон, вы на канале Всю Китай. Сегодня у нас китайские новости, так что садимся поудобнее, берем вкусняшки, потому что пятница и поехали. Ну и конечно же, друзья, по секрету вам скажу, что у нас до сих пор продолжается конкурс на Redmi Note 8, поэтому, друзья, ссылочка в описании. Давайте бегом участвуем. Ну и первое, с чего мы начнем, это компания OnePlus, потому что в конце данного месяца она нам всем покажет супер телевизоры OnePlus TV. Но, помимо телеков, возможно, нам покажут обновленные смартфоны OnePlus 7T и OnePlus 7T Pro. Дело в том, что вчера, друзья, появились фотографии официальных чехлов данных смартфонов. И знаете, если OnePlus 7T Pro, по сути, ну, будет иметь плюс-минус такой же дизайн, как и OnePlus 7 Pro, то вот 7T, друзья, изменится кардинально, потому что вместо вот такой вот привычной камеры, вместо двух модулей, у нас сзади будет круглая площадка, на которой аж целых три модуля будут расположены. Если честно, пока что очень трудно представить, как это все будет выглядеть, потому что мне хочется, чтобы это все было красиво, изящно и прикольно. Если это будет все как-то топорно и некрасиво, то, ну, такое себе решение. В любом случае, подождем и увидим. Почему компания OnePlus не хочет выпустить, как на OnePlus 7 Pro? Да все очень просто, потому что, по сути, с задней части эти оба смартфона будут одинаковые. И хрен поймешь, это OnePlus 7 Pro или OnePlus 7T или OnePlus 7T Pro, короче, это будут вообще одинаковые смартфоны. Поэтому OnePlus 7T получит этот суперкруглый подиум, на котором будут расположены основные камеры. А также оба смартфона, конечно же, получат Snapdragon 850+, и экран с частотой обновления 90 Гц. Ну и, конечно же, друзья, возможно, там будет беспроводная зарядка, но это не точно. Как по мне, лучше бы они туда засунули уже нормальную полноценную защиту по стандарту IP68, и было бы все офигенно. Но, к сожалению, мы все прекрасно понимаем, что компания OnePlus пока что не спешит делать эту сертификацию, потому что это лишние дополнительные затраты. Ну что ж, а вот теперь мы поговорим о дешевом смартфоне от компании Xiaomi. Да, это Redmi 8A, который конкретно так засветился, уже есть внешний вид смартфона, характеристики смартфона. И знаете, по дизайну там, в принципе, чего-то сверхъестественного. Нет, это будет полностью пластиковый смартфон, скорее всего, там будет матовый пластик, и это хорошо. А вот характеристики меня лично удивили. Я бы даже сказал немножко, некоторые даже разочаровали, потому что это будет большой смартфон. Если Redmi 7A был компактным, удобным, ну просто песня, а не дешевый смартфон, то вот Redmi 8A это уже типичный смартфон с диагональю дисплея 6,2 дюйма. Это огромная лопата с разрешением HD+. От 2 до 4 гигабайт оперативной памяти и от 16 до 64 гигабайт встроенной памяти. Зачем так много памяти бюджетному смартфону, я не знаю. Но главная изюминка это банка на 5000. Это круто, то есть с автономностью там вообще проблем не будет. А вот в качестве процессора, скорее всего, будет восьмиядерный Snapdragon 439, который тоже в Redmi 7A есть. Да, процессор неплохой, для повседневной задачи его хватает, а также его главная изюминка это энергоэффективность. Он реально батарею кушает чуть-чуть и с автономностью точно проблем не будет, тем более банка на 5000. Ну и, конечно же, фронталочку прокачали, теперь она на 8 мегапикселей, а основная на 12. Сканера отпечатков пальцев, к сожалению, не будет, и о стоимости данного смартфона ничего не известно. Но я более чем уверен, что самая младшая модификация будет стоить где-то 79-80 долларов. И все тогда будет офигенно. Хотя габариты там, блин, большие, да и вес почти 190 грамм. Буквально в понедельник, 16 сентября, компания Xiaomi представит свой новый шикарный смартфон, который должен понравиться всем. Потому что это, друзья, Xiaomi Mi 9 Lite. Ну что ж, по сути, вы о данном смартфоне знаете все, потому что Xiaomi Mi 9 Lite это тот же Xiaomi CC9, который представили для китайского рынка. Изменений, по сути, нет вообще. Диагональ дисплея 6,39 дюйма, AMOLED матрица, Full HD+, разрешение, сканер под экраном, 6 гигабайт оперативной памяти, 64 или 128 гигабайт встроенной памяти, банка на 4030 мАч, USB Type-C, быстрая зарядка, в общем, все хорошо. Процессор Snapdragon 710, фронталочка на царские 32 мегапикселя, основная на 48 мегапикселей, плюс 8 и плюс 2 мегапикселя. Ну и, конечно же, главный козырь данного смартфона это наличие NFC. В общем и целом, интересный смартфон, а также там светится логотип. Ну, по крайней мере, в CC9 он там светится. И в Mi 9 Lite, я надеюсь, компания Xiaomi оставит данную фишку, потому что, ну, это прикольно. Это игрушка, это реально бросается в глаза и многих это заинтересует. В общем, ждем понедельника и посмотрим, сколько же бабосиков компания Xiaomi потребует за глобальную версию данного смартфона. Как по мне, где-то 220-230 долларов за 6.64 вообще песня, была бы песня, но я прекрасно понимаю, что на старте продажи даже на сайте Алиэкспресс эту версию Mi 9 Lite будут продавать минимум за 260, даже нет, наверное, за 280 долларов. В любом случае, поживем и увидим, но еще раз повторюсь, 220-230, песня, а не смартфон. 19 сентября компания Huawei будет удивлять весь мир своей новой линейкой смартфонов Huawei Mate. И знаете, буквально вчера появилась интересная фотография, на которой нам, в принципе, показали Huawei Mate 30 Pro. Самый заряженный, самый крутой смартфон компании Huawei. И знаете, там сразу же бросается в глаза одна из интереснейших фишек данного смартфона. Это его экран, да, там необычный экран, там экран водопад. Да, кто не в теме, то торцы смартфона это экран, это дисплей, потому что он изогнут под 88 градусов. Выглядит это все замечательно, красиво, просто песня. Но дело в том, что на практике все будет печально, потому что мы все с вами прекрасно знаем, что все эти смартфоны, у которых чуть-чуть изогнут дисплей, ну, на практике ведут себя не очень. А тут дисплей изогнут вообще на 88 градусов. То о чем здесь вообще можно говорить? Про практичность никто не думал. Ладно, дисплей будет 6,6 дюйма, но плюс добавим эти изогнутые торцы, края и получаем диагональ дисплея 6,08 дюйма. Огромный смартфон с Full HD Plus разрешением. Это AMOLED, матрица, сканер под экраном. Конечно же, Kirin 990 до 8 гигабайт оперативной памяти и до 512 гигабайт встроенной памяти. Банка на 4500 мАч. Конечно же, есть USB Type-C, там все эти дела, там все хорошо. А вот основная камера неплохо так прокачана, потому что там целых два модуля по 40 мегапикселей. Третий модуль на 8 мегапикселей и четвертый модуль это ТОВ-камера. Ну что ж, пока что это вся информация о данном смартфоне. Ну и, конечно же, Mate 30 Pro получит монобровь. Да, без моноброви, ну, никак, потому что там у нас суперсекьюрная разблокировка по лицу. Короче, ждем 19 сентября и посмотрим, что же там компания Huawei нам покажет. Ну и последняя интересная новость на сегодня о смартфоне, который получит самую быструю зарядку в мире. Да, это Oppo Reno Ace, потому что данное чудо покажут буквально очень скоро, в октябре месяце. И этот смартфон получит зарядку с супермощностью 65 Вт. Да, зарядка там будет молниеносная, моментальная. А также это будет первый смартфон компании Oppo, который получит экран с частотой обновления 90 Гц. А также с интегрированной платформой Qualcomm 7 Series 5G. Короче, друзья, это какой-то необычный интересный смартфон получится. Я думаю, ценник там будет тоже небюджетный, потому что она фарширует данное чудо очень хорошо. Короче, ждем октябрь месяц и посмотрим, что это же за такое чудо. Oppo Reno Ace, самый офигенный смартфон, самой быстрой зарядкой в мире. Ну а что ж, друзья, вот такие вот новости на сегодня. Надеюсь, данное видео вам понравилось. И вы меня будете поддерживать лайками и комментариями, а также можете ставить дизлайки. Возможно, вам видосик не понравился. А также напоминаю, что у нас конкурс на Redmi Note 8, друзья. Ссылочка в описании, так что давайте бегом участвуйте, потому что у нас там элементарные условия. Ну и, конечно же, не забудьте нажать на этот гребаный колокольчик, чтобы самыми первыми получать видосы от Димона. Ну что ж, а на этом все. Всем удачи, всем пока. А, ну и, конечно же, друзья, всем вам хороших, офигенных выходных. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА